Здравствуйте! Вы смотрите «Наше утро» и как всегда поднимать вам настроение и делиться полезной информацией будем мы прекрасно и обворожительно Надежда Пархунова и Николай Ковалев, который всегда делает такие приятные комплименты. Мы желаем, чтобы вы тоже сегодня получали комплименты и только самые хорошие новости сопровождали бы вас весь день. Ну а мы как раз с хорошей новостью и начнем. И касается она школьного питания в городе Тында. Для школьников столовых Тында закупили новое оборудование. До этого оно не обновлялось несколько десятилетий, многое устарело и перестало функционировать, а некоторое совсем не соответствовало сегодняшним нормам для организации питания. В конце 2020 года во все учреждения поступили новые электрические плиты, посудомоечные машины, мясорубки, картофелечистки, машины для переработки овощей, миксеры и очень многое-многое другое. Также в некоторых столовых обновлена и мебель, которая теперь соответствует всем нормам ГОСТ, СанПИН и так далее. Замечательная новость. Значит, наши детки будут кушать вкусную, полезную еду, приготовленную уже не с таким трудом. Я вот, честно говоря, Коль, не представляю себе, как сейчас можно жить без посудомоечных машин, например, или без всех вот этих гаджетов кухонных, а тем более, когда готовишь на такую ораву ребятишек. Ну что ж, мы желаем школьникам тынды вкусно кушать и желаем вам приятного аппетита, потому что уверен, что многие из вас сейчас завтракают. А у нас время познакомить вас с анонсом нашей утренней программы. Среда. Пора бы заглянуть к соседям, узнать, что у них нового и интересного. Так обязательно сегодня мы и сделаем. Узнаем, как нумерологи трактуют сегодняшний день. Пообщаемся с владелицей бизнеса, которая поставляет в Благовещенск устриц и не только их. Сверим свои планы с прогнозами звезд. Узнаем о последних спортивных событиях. И с руководителем клуба «Бег к мечте» поговорим на экологические темы. А теперь предлагаем познакомиться с важными и интересными событиями из жизни при Амурье. Новость в эфире нашего телеканала, а через 10 минут мы с Надеждой вновь вернемся в эту студию. Продолжаем наше утро. Среда, 20 января. Казалось бы, совсем обычный день. Коля, у нумерологов совсем обычных дней не бывает. Каждый день несет в себе определенную энергетическую составляющую. В том числе и 20, 01, 21. Ну вот предлагаем вам узнать, какую же нагрузку с точки зрения нумерологии несет сегодняшний день. Друзья, на календаре среда, 20 января 2021 года. Цифра дня, так же как и число удачи, идет под цифрой 8. Ну а цвет, который хорошо усиливает этот день, если вы хотите добавить и немножко усилить свое видение, интуицию, возможно услышать знаки судьбы, это все зеленые тона. Нумерология этот день называется день свободного выбора. В основных плюс огня можно смело выделить энергию, мечты, исполнение желаний. При этом минусы дня несут иногда гордыню, обман и жадность. Сегодняшние не случайные события и знаки, которые вы будете видеть, очень важно правильно расшифровать. В вопросах красоты и фитнеса полезен уход за кожей рук, а также процедуры по очищению организма от шлаков и токсинов. Все, что касается здоровья, это уязвимость желудочно-кишечного тракта и надо также беречь бронхи. И завершая прогноз темы бизнеса и инвестиций, хочу отметить, что сегодня лучше избегать любых монтюр, связанных с легкими деньгами, поскольку именно они могут быть для вас пустыми и иллюзорными. Всего вам самого наилучшего, берегите себя и до завтра. 20 января. И этот день знаменателен тем, что сегодня мы поздравляем всех крымчан с их праздником. Сегодня день Крыма. Именно 20 января в 2014 году законом Крыма этот день был утвержден как вот днем крымчан, днем Крыма. Был установлен он в 2009 году впервые. Ну такой молодой праздник. Надежда, раз уж ты знаешь все о Крыме, у меня есть вопрос. Есть ли в Крыму пингвины? Ну я думаю, что если есть, то только в зоопарке, потому что тепло там, наверное, для пингвинов. Этот вопрос я задал не случайно, потому что сегодня необычная знаменательная дата. Сегодня день осведомленности о пингвинах. Очень такой странный день и странная дата, но мне хотелось бы сказать о том, что пингвины обитают не только там, где вот холодно, да, но и, кстати говоря, залетают, заплывают в Африку в Южную, в Австралию тоже в Южную, потому что им там совсем недалеко фактически эмигрировать. А вообще пингвины, это относится к нелетающим птицам. Вообще их 18 видов, из которых почти 10, находятся на грани исчезновения. К сожалению, да. В начале 20 века их варварски буквально истребляли ради яиц, подкожного жира. И их стало настолько мало, что ввели специальную дату, в которую людей знакомят с этими прекрасными животными. Поэтому если вы что-то не знаете о пингвинах, сегодня самый день узнать. А еще сегодня замечательный, интересный праздник, если можно его назвать праздником. День совпадений. Вдруг вы увидите какое-то совпадение. Считайте, что, значит, вы отмечены некой такой датой, днем совпадений, ну, как удачник, можно сказать так, лаки. Ну, а сейчас мы проверим, подходит ли этот праздник нашей Амурской области и совпадают ли интересные факты из истории Амурской области этого дня с мировыми праздниками. Смотрим «День в истории». В селе Заречное Белогорского района открыли новую школу. Двухэтажное здание строили почти 20 лет из-за недостатка финансирования. Дети учились в сельсовете и фельдшерском пункте три года после признания старой школы аварийной. В 2010-м переступили порог нового здания 130 ребят. Учебное заведение было рассчитано на 200 учащихся. Кулинары-любители состязались в одном из Благовещенских кафе. У всех участников был одинаковый набор продуктов – огурец, яйца, курица, пекинская капуста, яблоко и хлеб. Пряничный кубок присудили пенсионерке Тамаре Савченко. Из предоставленных продуктов она умудрилась приготовить два салата и канапе. Вечером 19 января Благовещенским огнеборцам поступило сообщение о пожаре в здании железнодорожного вокзала. При тушении задействовали 21 специалиста и 6 единиц техники. Возгорание произошло в комнате полиции. Пожарные локализовали горение за 15 минут. Более часа потребовалось на полную ликвидацию последствий происшествия. Оказалось, частично повреждено потолочное покрытие и оргтехника. Люди не пострадали. Благовещенские школьники совместно с инспекторами ГИБДД провели акцию. Раздавали водителям памятки и сердечки, сделанные своими руками. Ребята мастерили сувениры и брошюры на уроках труда. Школьники призывали людей не садиться за руль в нетрезвом виде, не отвлекаться на телефонные разговоры на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. В Благовещенске провели чемпионат Дальнего Востока по гимнастике и всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири. В двух соревнованиях благовещенцы заняли призовые места. Состязались на бревне, брусьях, перекладине, коне и кольцах. Амурчанам удалось достойно выступить среди 120 участников. Второе место у женской сборной, первое у мужской. Главная новость последних дней – это то, что на Дальнем Востоке начали делать прививку от COVID-19. Но не только об этом говорили многие дальневосточные паблики. О том, что же волнует наших соседей по Дальневосточному федеральному округу, узнаем из рубрики «Соседи». В Южно-Сахалинске провели второй этап Кубка области и Кубка федерации по горнолыжному спорту. Состязались в дисциплине «Слалом гигант». Из-за непогоды соревнования пришлось перенести на день. В мероприятии участвовали 68 спортсменов из городов Сахалина в двух возрастных группах – юноши и девушки 15 и 16 лет и мужчины и женщины от 16 и старше. Сахалинских любителей горнолыжного спорта порадовали не только соревнованиями. На минувшей неделе на острове открыли новый горнолыжный спуск. На горе Красной укрепили склон и построили канатную дорогу протяженностью около 2,5 километров. В кабинках установили по шесть кресел с подогревом. Правда, у местных жителей вызвало опасение качества сооружений. Отдыхающие делились в соцсетях фотографиями технических недочетов. Хабаровские гимнастки вернулись с победой с первенства Дальнего Востока. Две золотые медали получили в личном зачете по программе в «Мастера спорта». При выполнении групповых упражнений включили не ту музыку. Спортсменкам пришлось заново начинать выступление со сложного элемента. Это не помешало хабаровчанкам занять первое место. Далее им предстоит выступить на первенстве России. Жители Владивостока могли увидеть орлана в бухте «Золотой рок». Птицы каждый год прилетают на зимовку с Курил, Камчатки и Магадана. Орнитологи отмечают, раньше к середине января в бухте собирались около 20 краснокнижных птиц. В начале 2021 в Приморье можно было увидеть только две особи. Приморье снова накрыло циклоном. Околомесячные нормы осадков выпали за день. Губернатор края порекомендовал работодателям сократить рабочий день. Основной удар снежного циклона пришелся на южные территории Приморья. От Владивостока и Находки до Ольгинского и Лазовского районов. Местные фотографы, привычные к непогоде, запечатлели уют заснеженного города. Установились крещенские морозы. Мы искренне надеялись, что их не будет, а они все-таки пришли. И очень-очень-очень холодно, особенно по ночам. Но, тем не менее, сегодня днем синоптики обещают 14 градусов. Можно сказать, погреемся. Ну а какая погода ждет нас в ближайший день и, главное, наверное, ночь для автомобилистов, особенно это важно, узнаем из нашего прогноза погоды. Свежие морепродукты стали более частым гостем на столах амурчан. Ведь раньше для того, чтобы попробовать деликатесов, нужно было поехать во Владивосток или улететь в какую-нибудь страну Юго-Восточной Азии. А сейчас эти лакомства доступны прямо в Благовещенске. У нас здесь и насколько сложно продавать такую продукцию, есть ли любители, есть ли покупатели, мы сегодня будем говорить с предпринимателем Натальей Зуйковой. Доброе утро, Наталья! Здравствуйте! Оно действительно доброе, потому что новость-то хорошая. Море продукта, а тем более устрицы, это очень вкусно, а самое главное, это очень полезно, насколько я понимаю. Ну и первый вопрос, который мы просто обязаны задать, откуда вы их берете? Именно свежие, живые? Устрицы мы заказываем с Владивостока. Только устрицы или что-то еще? У нас представлены живые устрицы, живой морской гребешок, живой морской еж, анадарос, пизула. И все из Владивостока? Да, с Владивостока, но также с Москвы еще заказываем морского ежа мурманского и импортные устрицы. А в Благовещенске много ли ценителей и больше ли их становится со временем? Со временем, да, конечно, их все больше и больше. Это у вас, вы представляете свою продукцию, можно попробовать только в вашем баре, устричном, или, например, это можно заказать домой в том числе? Конечно, можно домой заказать. Они не портятся, пока доставка их ведет? Нет, не портятся. Мы открываем устрицу, накрываем ее обратно раковиной, чтобы она лучше сохранялась. Упаковываем на лед, колотый лед, упаковываем фольгой и в таком виде доставляем. То есть вот открытая устрица, ее нужно съесть в течение двух часов. А как вообще появилась такая, наверное, необычная, экзотическая идея кормить Благовещенцев устрицами? Ну, все родилось с моего желания есть устрицы. Мы поехали отдыхать в Анапу, и там от местных жителей я вот узнала, что есть устричная в этом городе. Я поехала туда, потому что устриц никогда не пробовала. Попробовала устриц и думаю, вау, надо в Благовещенске. И мы приобрели франшизу с супругом и открыли, буквально за два месяца организовали такой бизнес у нас. Как вы искали покупателей своих первых самых? Мне кажется, это же достаточно экзотическое такое было предложение на рынке, ресторанах, услуг на рынке. Да, ну реклама, это двигатель торговли, реклама в Инстаграм. То есть мы делали таргет, да, сейчас это популярное слово. Также флайеры, сарафанное радио пошло. Как вы их готовите? Какие у вас вот есть устрицы, например, сыры, а есть приготовленные? Запеченные, да, под сыром. Под сырами запекаем пармезан, моцарелла, сыр с плесенью. Что больше популярностью пользуется? Пармезан. Ну, все-таки запеченные, да? А, нет, вообще сыры, да, в сырых устрицах максимум вкуса и пользы. То есть в сыром виде мы получаем максимум пользы. А вот, кстати говоря, какая польза? У устрицы и вот этих морских ежей, например, я честно скажу, я не пробовала. Вообще в сырых морепродуктах это кладезь микроэлементов, да, полезных устриц, например, это цинк. Сейчас самый популярный микроэлемент это цинк, потому что это наш иммунитет и работа нервной системы. То есть в двух-трех устрицах содержится дневная норма. У нас даже есть постоянные гости, которые приходят каждый день, либо через день и съедают вот 2-3 устрицы. То есть скушали и пошли, даже вот на обед, либо вечером. Ну как здорово! Да, то есть они заботятся о своем здоровье. Морской еж это йод. Там очень много йода. То есть вот у нас, да, у жителей Амурской области есть дефицит йода. Например, там тоже 2-3 ежика в неделю могут нормализовать. Восстановить, да, нехватку. Да, нехватку. А еще, мне кажется, это некая аура и атмосфера. Да, сейчас устрицы считаются едой королей, да. Раньше, как они бы считались едой бедняков, когда, ну, это давно-давно было. Портовые города, понятно, что это все было много. Да, королей, да, считается. То есть это... А насколько сложно вообще вот вести такой бизнес, вот чего стоит привести к нам живого моллюска? Да, ведь, кстати говоря, доставка их очень непростая, потому что, ну, во-первых, они очень легко могут испортиться, умереть, да, если можно так это сказать. Да, устрицы мы доставляем с Владивостока, авиадоставка, несмотря на то, что здесь как бы рядом, да, все у нас, но все равно авиадоставка. Самолет летит два часа, садится, мы сразу же забираем, то есть они там нигде не хранятся у нас в аэропорту. Самолет летит, мы уже ждем. Вот как здорово. Да. Самые свежайшие продукты представлены. А что же благовещенцы, какие вкусы у благовещенцев, что они предпочитают? Ну, естественно, устрицы в первую очередь, в сыром виде. Также любят очень сашими из морского гребешка, потому что, ну, вот, устрица имеет один вкус, гребешка другой вкус. Ежей очень ждут, любят. Вот в этом году немножко проблема почему-то в Приморье нет у поставщиков морского ежа. Очень огромный запрос идет. И у нас еще в Мурманске есть вот морские ежи. А из Мурманска, кстати говоря, тоже не ближний свет. Не ближний свет, да. Мы подстраиваем логистику, то есть там поставщик в Москве заказывает свежую партию с Мурманска. Ее там передерживает у себя совсем немножко, потом не упаковывает. И тоже мы так подгадываем самолеты, чтобы они не долго находились в пути. Мы тут же их забираем, все, и в аквариум опускаем. Как-то повлияла та вот трагедия экологическая, которая была в Приморье на поставки морепродуктов или нет? Нет, никак не повлияла. Ну и хорошо, да, мы скажем так. Ну, а пандемия, вот открывать бизнес в такой непростой период, это ведь все-таки сложно. Она вам скорее помогла или помешала? Ну, открылись мы до пандемии, в конце 2019 года, да. Пандемия, вот когда случилась, да, был, конечно, шок вообще, что делать. У всех, в принципе, да, случился такое. Ну, мы быстро перестроились на доставку. Популярна вообще на доставке вот такая продукция? Да, до сих пор популярна, хотя, ну, сейчас мы можем работать до 11, но все равно большинство людей предпочитает доставку, потому что... Потому что сам продукт, мне кажется, располагает к некому такому... Интимной обстановке. Интимной обстановке, к некой радостному свиданию. Сейчас, мне кажется, вот у Благовещенцев возможность попробовать свежие морепродукты появилась. А появится ли у жителей других городов нашей области такая возможность? Может, у вас какие-то планы есть? Ну, мы планируем пока расширяться в Благовещенске, открыть вторую точку в торговом центре. Ну, доставляете... Доставляли, мы однажды делали доставку, вот, в город свободный, но мы делали в закрытом виде устрицы. То есть люди сами открывали дома, мы делали подробный инструктаж. Ну, то есть открыть устрицу не так просто, нелегко, но у всех все получилось. Делали такую хорошую прям доставку. Все там были в таком восторге. Ну, а сейчас многие приезжают к нам даже вот с соседних городов. Ну, будем, наверное, думать, расширяться. Мы желаем вашему бизнесу процветания и развития. А мы продолжаем нашу программу и время новостей на нашем телеканале о важном и интересном вы узнаете в течение ближайших 10 минут. А затем мы вновь продолжим наше утро. Только что посмотрели новости, а у меня, Коля, есть еще одна новость. Ученые разыскивают свидетелей падения метеорита, которое прошло 15 января над Иркутской областью. Метеорит очень быстро сгорел в атмосфере, но исследования его представляют большую ценность для ученых. И они вот хотят все-таки увидеть свидетелей и узнать, куда точно он упал для того, чтобы найти его останки и исследовать. Ну, ты уверен, что исследователям на Камчатке повезло больше. Ведь там тоже недавно упал метеорит, но его как раз удалось заснять, и видео сейчас гуляет по просторам интернета. Что-то, мне кажется, часто метеориты начали на нашу Землю падать. Будем считать это хорошим знаком. Да, будем считать это знаком, что необходимо наблюдать за звездным небом и за звездами. А узнать, что же эти звезды нам всем готовят, поможет наша рубрика «Гороскоп». Увны. День начнется не совсем удачно, но повода для паники нет. Если возьмете на вооружение богатый опыт в общении с людьми, то ситуация выровняется. Каждому нужен свой подход. Будьте мудрее. Тельцы. Вы можете выйти из рабочего ряда, если не прекратите издеваться над своим организмом. Вспомните про диету и физические упражнения. Возможен конфликт с человеком, который давно вас морально допекал. Что ж, вот и выясните отношения. Близнецы. Вы должны помнить, что тактикой кнут и пряник можно добиться многого. Но злоупотреблять ею не следует, особенно в отношении близких людей. Отлично пройдут деловые переговоры. Финансовая сфера улучшится. Раки. Интересный день ждет вас, если вы задумали нечто великое и неподражаемое. Все воплотится в жизнь. Не волнуйтесь. Ну а на маленькие неприятности со стороны завистников внимания не обращайте. Львы. Звезды рекомендуют забыть про старые обеды и помириться с тем, с кем находитесь в ссоре. Это великолепный день для дружбы, добрых деяний и благотворительности. Главное, не ждите, что получите то же самое в ответ. Девы. Вас ожидает не день, а целая эпоха перемен. Они будут происходить во всех направлениях. Держитесь крепче. Не увлекайтесь занятиями, от которых пахнет авантюрой и риском. Лесы. Сегодня необходимо ко всему прикладывать творческую искру. Пусть вас не смущают неожиданные вопросы, просьбы и предложения. Вы очаровательны и блещете талантами. Скромность неуместна при таком раскладе. Скорпионы. Вы предстанете жутким консерватором перед друзьями. Возможно, ссора. Доказать свою правоту можно другими способами, на реальном деле. Обратите внимание на свое здоровье. Укрепляйте иммунитет. Стрельцы. Этот день желательно провести мирно, дружелюбно и в кругу самых близких людей. Есть много опасностей и неприятностей на вашу голову. Рисковать деньгами тоже не стоит. Тратьте средства только на нужды семьи. Козероги. Во многих ситуациях вы поведете себя неадекватно. Вам это не свойственно, поэтому не стоит шокировать публику. Удивляйте народ своими талантами, занимайтесь творчеством и поглощайте новую информацию. Водолей. Отличный день для вас, если решили стартануть в карьере. Яркие проекты и выгодные предложения. Вот что ждет вас. Идеи романтического плана поддержит любимый человек. Рыбы. Звезды советуют быть заботливым и добрым, как папа Карло. Отношения с близкими людьми станут еще крепче. Выбирайте занятия, которые не требуют серьезных энергетических затрат. В нашей студии спортивные гости. Альвина Попова, руководитель общественной организации «Бег мечте». В этом году организация выиграла грант. И теперь будет не только помогать амурчанам бегать и становиться здоровее, но и будет заниматься социальной и экологической работой. Как возможно совместить экологическую работу и спорт, мы именно как раз об этом будем говорить с Альбиной. Альбин, доброе утро. Здравствуйте, ребята. Мы часто здесь встречаемся, но все время говорим про бег. Про бег к мечте, про марафон, про то, как у нас приобщаются от детей до животных, до самых-самых пожилых людей именно к спортивному образу жизни. Как к вам пришла идея теперь сместиться в общественное направление, в том числе в экологическое? На самом деле мы с ребятами принимаем регулярное участие в высадке деревьев. И я начала замечать, что спортсмены активно поддержат, потому что кому, как не им, нужен чистый воздух. Нам-то воздуха чистого нужны в разы, когда мы пробегаем. Поэтому тема близка. Мы хотим бегать, дышать чистым воздухом. Мы хотим бегать по красивым беговым трассам и по чистым беговым трассам. А так как в этом году наш проект уже пятый год реализуется, хотелось этот год сделать каким-то особенным, каким-то значимым и немножко отличным от всех предыдущих годов. Я знаю, что вы выиграли президентский грант и готовы открыть нам эксклюзивные секреты, что же ждет амурчан любителей бега в этом году. Да, я хочу поделиться такой радостной новостью, что в этом году грант поддержал четыре наших мероприятия. Это самое главное, основное, самый большой наш амурский марафон. Четвертый амурский марафон «Бег мечты». Он когда пройдет? Он пройдет 28 августа. И три небольших мероприятия. Это высадка деревьев, воскресный кросс с высадкой деревьев. Порядка 100 деревьев мы высадим 5 мая с желающими. И 17 сентября пройдет тоже воскресный кросс, но с уборкой мусора. Плогинг есть такое направление на Западе, очень активное, когда бег трусой, люди пробегают, собирают мусор, очищают территории. Ну и в таком формате проходят мероприятия. У нас есть там всякие эксклюзивные такие штучки задуманные. А место уже определено? Потому что, допустим, если говорить про мусор, когда мы выезжаем за город, такие красивые места, и мы видим места вот таких свалок, хаотичных, или просто даже места, где люди отдыхают, там же оставляют мусор. И деревья, где вы будете высаживать? Вот расскажите про места. Места и территории, и в том, и в другом случае, пока на утверждение. Потому что, конечно, мы же должны согласовать с администрацией, получить одобрение. То есть идея-то одно, а когда вот мы 15 января узнали, что мы победители, то мы сейчас приступили к активным действиям. И вот сейчас на согласовании территории, проекты, составка дендроплана, вокруг оказалось только желающих и поддерживающих. Вот, например, вот эта акция по сбору мусора, мы ее будем проводить совместно с инициативной группой, которая занимается раздельным мусором, да. И, естественно, под их чутким руководством. То есть они нам научат, помогут, и они будут нашими основными партнерами. Но вообще, насколько я понимаю, все-таки вот марафоны – это уже не просто бег. Это уже в целом и во всем мире это социальные какие-то акции, верно? Да, есть такой девиз «бегом помогаю». Не просто пробежался, а, например, вот прошел марафон, и в городе появилось тысяча новых деревьев. Как такое возможно? Ну, вообще, на самом деле, в мире давно практикуется бегом помогать. Один из самых ярких примеров – это, наверное, лондонский марафон, который собирает там до 60 тысяч участников, и туда просто так попасть невозможно. То есть нельзя зарегистрироваться и пробежать? Нельзя зарегистрироваться и пробежать, потому что там основная миссия – это благотворительность. Вы должны связаться с благотворительной организацией, сделать туда взнос, и только потом у вас будет допуск. Либо там есть какое-то небольшое количество слотов в виде лотереи. Если вы там счастливчик один на миллион, то вы можете попытать счастье выиграть слот, потом его оплатить и выйти на пробежку. Вот сейчас, получается, к пятилетию своей организации «Бег в мечте», вы уже тоже подходите, пусть не в таких масштабах, но к социальной помощи городу. Да, вот пока заявка была на рассмотрение, у нас еще сгенерировалась большая грандиозная идея. Мы подумали, а почему бы нам не сделать большой наш марафон с высадкой деревьев. Ну, понятно, что наш марафон будет проходить 28 августа. В конце августа не садят деревья, да? Каждый биолог, каждый садовник, каждый садовод это знает, да? Поэтому мероприятие будет проходить в два этапа. У нас на сайте люди будут проходить регистрацию, и мы сделаем дополнительную кнопку «Купить дерево». То есть сразу хочу оговориться, что покупка деревья будет необязательной и добровольной, да? И мы как раз и поймем, какое количество людей заинтересованы, готовы. Готовы, да. И 3 октября, вот записывайте на карандаш себе, мы выйдем и посадим деревья. Я, конечно, хотелось бы, чтобы вот звучали цифры, да, вот тысяча участников вышла на марафон, и тысяча деревьев появилась в городе. Более того, мы создали электронный опросник, разослали его по городу, среди беговых клубов. Среди беговых клубов города Хабаровска, Белогорска. Ведем переговоры о том, чтобы... Хабаровск, например, приезжает к нам в большом количестве. Два беговых клуба привозят 100 человек. И мы могли бы синхронно сделать такой флешмоб по посадке деревьев. То есть 3 октября синхронно Благовещен садит деревья. Хабаровск мы туда отправляем деревья, которые они купили, да, с нашего биопарка. И Белогорс садит деревья, да, и вот все бегуны, то есть нас не только объединил бег, да, мы смотрим шире, мы видим дальше, да, мы садим то, что нам необходимо. А нам необходимо, чтобы жить, нужно дышать, да, нам нужен воздух. Мне кажется, что присоединение к такой организации, как Бег Мечте, просто обязательно для всех амурчан после новогодних праздников и набранных килограммах. Как вам можно присоединиться, как найти вас? Обязательно ли быть суперздоровым спортсменом? Или вот мы с Николаем вполне можем подойти и немножечко пробежать? Вполне, вы подходящая для нас, наши клиенты, наша аудитория. Три раза в неделю у нас тренировки в спортивном легкоатлетическом манеже стадиона Амур. Занятие у нас в понедельник, среда, пятница с 20.00 до 22.00, так как задействован очень активно. Ничего страшного, если кто-то хочет, он обязательно придет заниматься. На занятиях мы поправим технику бега, научим правильно бегать, для того, чтобы человек не травмировался, да, грамотно поможем подобрать экипировку. И если у человека есть цель подготовиться на марафон, на полумарафон, на какие-то просто новые вызовы взять, то наш тренер обязательно вам в помощь. Нам в помощь, Николай, вот так вот. Нам в помощь. Нужно действительно заканчивать праздники и... И начинать заниматься бегом. Ну, знаете, ребят, мы еще не сказали, что мы проговорили про три мероприятия. У нас будет в этом году второй раз проведен мини-марафон для детей с ограничениями здоровья. Он с большим успехом прошел в этом году, в 20-м, с окончившимся. Называется он «Я могу». 100 детей приняли участие в нем. И это были детки с разными патологиями. Мы предложили для них дистанцию 400 метров и километры. Мы не ожидали, что таким успехом будет пользоваться мероприятие. И когда сейчас мы порадовали и порадовались вместе с ним, было столько желающих. Вот буквально с пятницы там уже созданы электронные опросники, создана рабочая группа. Вам уже невозможно остановиться. Вы просто должны еще раз провести такой мероприятие. И когда же это мероприятие пройдет? Вот это мероприятие мы планируем 5 июня. И уже на старт встанет не 100 детей, как в том году, а 150. Вот как здорово. Спасибо вам большое. И это мероприятие тоже поддержал фонд президентских грантов. Спасибо вам большое. Мы вас благодарим. Благодаря нам, вам, мы подняли свой спортивный тонус. А теперь предлагаем спортивный тонус поднять и вам, наши телезрители. А поможет вам в этом Алексей Шевченко. И спортивные новости при Амуре сейчас в эфире. Здравствуйте, область спорта. В эфире вас приветствует Алексей Шевченко. С 18 января в Амурской области возобновили проведение массовых соревнований самого разного уровня. Решение принято 15 января на заседании оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19. Временное ограничение на проведение соревнований действовало в Приамуре с середины ноября прошлого года. Теперь этот запрет снят. Однако проводить соревнования разрешено лишь при условии соблюдения строгих санитарно-эпидемиологических мер. Помимо этого, спортивные команды региона теперь могут ездить на различные всероссийские и региональные турниры. В ближайшие дни на первенство России ДВФО отправятся сборные области по самбо, джиу-джитсу, легкой атлетике. Благовещенские девушки-боксеры успешно выступили на первенстве Дальневосточного округа по боксу. Турнир проходил во Владивостоке. В нем приняли участие 92 спортсменки из 9 регионов округа. Амурскую область на этом турнире представляли 9 воспитанниц Благовещенской Дюсша номер 5 от 13 до 17 лет. В активе нашей команды 8 медалей, причем половина из них высшего достоинства. Победительницами турнира в своих возрастных и весовых категориях стали Валерия Полинка, Екатерина Ефремова, Кира Романова и Ксения Щекина. Все чемпионки помимо золотых медалей завоевали и путевки в финал первенства России, которая пройдет в Московской области. Достойно представили нашу область в Южно-Сахалинске и Благовещенске гимнастке. На дальневосточных соревнованиях среди 8 региональных сборных они заняли 5-е командное место. При Амуре на первенстве округа по художественной гимнастике представили 10 спортсменок в возрасте от 11 до 14 лет. В личном разделе соревнований лучший результат показала юная Дарья Игнатенко. Шесть наших гимнасток выполнили нормативы кандидаток в мастера спорта. Наша утренняя программа подошла к концу и мы, как всегда, с обворожительной Надеждой Пархуновой вынуждены с вами проститься. Николай Ковалев сегодня очень много отдает мне комплиментов. От этого мое утро становится только ярче и приятнее, чего я желаю вам, дорогие наши телезрители. Главное, будьте здоровы, берегите себя и смотрите АОТВ. Всем пока! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!